Всем привет и добро пожаловать ко мне в гости! Начинаю влоги из нашего путешествия, отпуска. Мы отдыхали с семьей в Турции, летели с пересадкой через Москву. В Москве находились более суток, там тоже кое-что посмотрели. И именно сегодня я вам это все покажу, расскажу. Начинаю влог со дня вылета. Утром рано я полила все цветы перед отпуском. Кстати, они все продержались. Хочу предупредить вас, я немного приболела, и поэтому вся закадровая озвучка, она будет вот таким простуженным голосом. Но по большей части озвучка в видео реальной, то есть в момент съемки, поэтому все должно быть нормально. Хотела вам показать авокадо, росточек. Я его уже посадила в горшок. И смотрите, какая прелесть. Очень быстро тянется. Вот это буквально за 3 дня, может 4, делаем бутерброды нам в самолет. Это будет, как всегда, классика жанра. Что у нас? Круассаны. Язык заплетается, я еще не проснулась. Круассаны, потом шпинат, огурчик, вот такое мясо. И мы как раз оставляли сыр уже нарезанный. Это король Артур. А, еще будет намазка. Где намазка? Намазка, вот она, творожный сыр. Наши бутерброды я заворачиваю в фольгу. И до момента выхода из дома они находятся в холодильнике, но чтобы максимально не испортились. Наши чемоданы готовы. Чехлы на чемоданы уже потрепаны. Планируем их заменить в Турции. И мы отправляемся в наш аэропорт и будем вылетать в Москву. Пассажирам прошедших регистраций просит пройти следствие А. Вы сломали сэкшен, куда править? 6, 3, 2, 4, простируйте. 2, 3, 4, простируйте. Мы уже зарегистрировались, сдали багаж и в ожидании посадки заглянули в кафетерий. Андрюшка тут глазки строит. Заказали пончики, нам латы, детям, по-моему, капучино. Потом кадры вставляю, как у меня блестят браслеты, так хорошо солнышко играет. Кстати, нам сделали вот такие очаровательные сердечки. Мальчишки их нарушили уже, размешали сахар. Кстати, поделитесь, ваши дети, в каком возрасте первый раз попробовали кофе. Я вот честно не помню, когда, моя мама тоже не помнит, но наши дети уже иногда пьют капучино. Не часто, но все-таки уже такой напиток они попробовали. Ну а теперь самый волнительный момент для меня, это взлет. Также я переживаю, когда самолет садится. В этот момент я испытываю такой спектр ощущений, и страшно, и интересно, и захватывает, и даже где-то очень приятно. Ну а когда самолет отрывается от земли, начинает набирать высоту, открывается такая панорама, сразу все выглядит таким игрушечным, аккуратным. Мы летели над морем, и, конечно, вот эти все пейзажи, а еще когда появляются облака, в общем, красота неописуемая. Можно просто включить какую-то музыку в наушниках, смотреть и медитировать. Мы летели аэрофлотом, и, конечно, это комфорт. Нас кормили, хотя полет всего 2 часа, почему я делаю на этом акцент, потому что из Москвы в Турцию у нас самолет 5 часов, и там вообще ничего не давали, только стаканчик воды. Чем же нас кормил аэрофлот? Во-первых, сэндвич, он идет с овощами, с мясом, потом яблоко, маленькая вкусная шоколадка, напитки по выбору, соки, чай, кофе, я себе взяла кофе с молоком, а дети выбрали соки. Еще отдельная такая упаковка с салфетками, сухая, влажная, ложечка, сахар, а еще аэрофлот дарил детям подарки. Сережа пролетел по своему возрасту, ему уже было не положено, а вот Андрюша еще успел на подарок. Те кадры, которые я снимала в самолете, я их не смогла найти, может быть, нечаянно удалила, поэтому я уже отдельно вставляю, показываю вам, что было в подарке. В общем, был мешочек для обуви с двумя отделами на молнии, разные занимательные игры, журналы, ручка, восковые карандаши, чехол для пластиковой карты, еще была вафелька, но, естественно, ее уже Андрюшка съел сразу. В общем, мелочи приятные. И вот мы уже в Москве, нас ожидал бесплатный трансфер, поскольку мы здесь более суток, бронировали заранее гостиницу, в услугах которой бесплатный трансфер из аэропорта в аэропорт, поэтому все удобно, погрузились и поехали. Гостиница рядом с аэропортом, в Химках, очень быстро, и сейчас я вам все покажу. Единственный момент, не было номеров на четверых, поэтому мы забронировали два двухместных номера. Итак, первый наш номер. Здесь такой уголок, шкаф напротив зеркала. Так, посмотрим, что в шкафу. А, кстати, здесь были тапочки одноразовые. Я уже в них. Ложечка для обуви. Номер маленький, но уютный, аккуратный, вот именно переночевать, отдохнуть, ничего лишнего, с классным видом. Это уже мои вещи на пуфике. Есть чайные принадлежности, это все в стоимость входит. О, пульт, кондиционер, ищем пульт. А во втором номере не можем найти пульт от кондиционера, там очень прохладно. Две кровати полноценные, вот то, что нам надо было. И второй номер я чуть дальше покажу. Так, тумбочка. Здесь что у нас? Ванная комната. Полотенце. Тут я такая, с дороги. Потом, что у нас здесь есть? Ватные диски. С какой-то ложечкой, не знаю пока. В общем, вся гигиена, мыло, туалетная бумага. Здесь что? Душевая кабина. Там полотенце для ног. Ой. Есть фен. В общем, все для того, чтобы отдохнуть. Тут даже можно и на неделю зависнуть. Вот просто если приехать в Москву гулять. Так, а тут у нас сейчас вид. Посмотрите. Мы на пятом этаже. И вид у нас на зелень. На лесополосу какую-то. Очень классно. Если открыть окно, птички щебечут. Пасмурная погода такая. Местами то солнышко, то тучи. А еще вот здесь телевизор наверху. Больше здесь смотреть нечего. Все для спокойного отдыха вблизи аэропорта. С бесплатным трансфером. Ну, это прям классный вариант. А еще у нас завтрак включен. Удачно нашли эту гостиницу. Недалеко. Мы буквально меньше, чем 20 минут. И мы уже здесь. Вот какое время нам понадобится добраться куда-то, куда мы хотим. Мы еще до конца не определились, куда мы хотим. Но мне нравится. Так хорошо, спокойно. Мы идем. Куда мы идем? На речной вокзал. Вот куда мы идем. Перейдем сейчас на другую сторону. Мы готовы к пешим прогулкам. Эхо. Ой, здесь так прохладненько. А там вечно. У нас с Мишей возникла идея прокатиться на теплоходе. Но мальчики заныли. Мы устали. Хотим есть. Те-те-те. Ну, и мы подумали, ладно, уже в другой раз. Пойдем просто походим. Где-нибудь перекусим, погуляем. Это парк дружбы. Нам, кстати, здесь понравилось. Есть на что посмотреть. И просто прогуляться. Большая территория. Много зелени. Птички щебечут. И вроде бы не так много людей. Так что мы хорошо погуляли. Как никогда актуальный памятник. Андрей, идем дальше. Мы уже переночевали в гостинице и сейчас спустились на завтрак. В общем, мы позавтракали хорошенько и отправились на ВДНХ. Поскольку мы плохо знаем местность, где метро, как до него добираться, мы упростили себе задачу, вызвали такси. Но, конечно, такси добираться очень долго, потому что пробки огромные. А вот кадры того, как интересно в Москве нашим детям. Что там смотреть из окна на одно, на другое? Они утомились. Они вот посидят и спят в машине, то есть в такси со мной. А мы сейчас как раз заворачиваем к ВДНХ. И здесь знаменитая достопримечательность рабочей колхозницы. Хотела я к ней прям близко подойти, но в этот раз у нас не получилось. Ну, хоть вот так на нее посмотрела. Ну, а мы уже все высадились и пошли гулять. Одни сутки, что посмотреть в Москве. Мы выбрали ВДНХ. Конечно, хотелось и туда, и сюда, но у нас и по времени ограничено. Плюс дети, дети вообще, ой, не знаю, им жарко, им некомфортно. Им хочется уже на горке развлекаться, отдыхать, а вот это вот ходить. Ну, в общем, они пока не в настроении у нас, к сожалению, не разделяют восторга нашего с Мишей. Пусть он, мы далеко не уйдем. Вот, один отстал там, присел на лавочке. Вот так путешествовать по достопримечательностям с детьми. У меня язык заплетает, я не знаю, что я говорю. Хочу подняться к этому памятнику. Вот сюда, вот туда, вот туда, по ступенькам. Андрюш, ты со мной? Пойдем посмотрим. Ой, жарко, я тут накрылась рубашкой, чтобы не обгорели плечи. Хорошо. Ну, мне нравится такая погода. Нравится Москва. Все здорово. Я еще больше стала ценить свой город и любить. Нет, безусловно, классно. О! Я ожидала, что людей будет больше. Правда, сейчас утро, 10 часов. Ну, как утро? И понедельник. Может быть, будний день. Зато так здорово. Спокойно все посмотреть. Пофотографироваться. Смотри, какой классный сапог. Останкинская башня. Хотели попасть в музей космонавтики, но, увы, именно сегодня он не работает. Ну, что поделать. Значит, пойдем сейчас куда-нибудь еще. Очень жаль. Мальчишки хотели посмотреть. Да и мы с Мишей так хотели, так хотели. Будет повод приехать еще раз. Гуляем тут вокруг фонтана пока. Рассматриваем все по сторонам. Нам нравится. А еще здесь очень ароматные флоксы, по-моему, да, называются. Вот они. Вот куда мы идем. Мальчикам это интересно. Ну, кстати, очень многие павильоны закрыты сегодня. У меня нет каких-то особых впечатлений от посещения этого павильона. Мальчишкам понравилось и самое главное. Мальчикам это интересно. Кто не боится рисковать и пойти течень не против. Мы нагулялись, устали. В общей сложности у нас получилось 5 километров мы там находили. Конечно же, проголодались. Покинули территорию ВДНХ, потому что там нам ничего из еды не приглянулось. Зато наши друзья посоветовали в районе ВДНХ ресторанчик небольшой итальянский. Мы в него заглянули. Я не могу оставить координаты, потому что я не знаю. Миша нас вёл туда. Нам, знаете, очень понравилось. Во-первых, вкусно было всё приготовлено. Сервис. Так уютно. Людей не было. И по цене нам тоже понравилось. Как раз вам показываю чек. Также можно увидеть название блюд, цены и сориентироваться. Может быть, кому-то будет актуально прикинуть, если кто тоже собирается в Москву. Хотя цены очень разные. Ну а далее мы отправились в метро. И для наших мальчиков это было тоже развлечение, потому что в метро они были впервые. Мы с Мишей уже имели опыт. Я так вообще и в питерском метро была, и в московском. Кстати, самое глубокое метро именно в Петербурге. Так вот, мальчикам понравилось, интересно. Ну и, конечно, мы отправились на Красную площадь. Куда ещё? Показать детям главную площадь страны. Кремль, правда, с погодой нам не очень повезло. Мы попали в грозу, в дождь. Но всё равно, кое-что мы увидели, даже послушали бой курантов. Прячась от дождя в Гуми, мы решали, что же нам посмотреть, потому что время у нас было ограничено. Нам надо было где-то в 6 часов вечера вернуться в гостиницу, чтобы собрать вещи и уже в 8-9 выезжать в аэропорт. Мы сейчас в историческом государственном музее. Решили отдать ему предпочтение в посещении. К сожалению, всё охватить невозможно. Поэтому на Красной площади гуляли и решили, что как раз в музее то, что надо. Я не буду комментировать какие-то экспонаты, буквально парочку, но в целом могу сказать, что я обожаю такие музеи. Я готова бесконечно ходить, задерживаться, разглядывать каждую деталь. Но, к сожалению, с детьми это невозможно, потому что им скучно и у них нет того интереса, который есть у меня. Может быть, мы не смогли замотивировать, может быть, возраст такой, не знаю. Но я бы тут ходила, наверное, бесконечно. Мы быстро прошлись по музею, потому что ещё раз время было ограничено, но всё же на некоторых экспонатах я удерживала своё внимание, разглядывала. А ещё, конечно, я снимала, чтобы поделиться с вами. На это тоже уходило время, но оно того стоило, потому что даже сейчас я монтирую, пересматриваю, погружаюсь в это, вспоминаю свои ощущения, и это классно. А вот вам пример того, как интересно нашим детям в музее. Андрюшка устал, нашёл какой-то стульчик, уселся и всё. Не, безусловно, мальчишки тоже что-то себе находили, рассматривали, ну, буквально там несколько экземпляров. По большей части их не привлекает такой музей. Ну, вот так, как есть. Не могла оторвать взгляд от этой чарки с драгоценными камнями, с бриллиантами. Посмотрите, как они переливаются, как они сияют. Так красиво. Ещё мне очень понравились кареты, но здесь их прям совсем немного. Хотелось бы посмотреть выставку карет, или как коллекцию карет. Также моё внимание привлекла посуда, нарядные тарелочки, чайный сервиз, ну, и, конечно, всякие женские атрибуты красоты, то, чем пользовались в то время. Когда я смотрю на эти старинные предметы, меня переполняют такие чувства, ощущение, что я будто бы жила в то время и этим всем пользовалась. Или это под влиянием исторических фильмов, я не знаю. С детства у меня такое отношение, ведь когда ты видишь предмет быта, ты понимаешь, что там сто, двести или сколько-то лет назад кто-то этим пользовался, прикасался, кто-то смотрел в это зеркало, лежал на этой кровати, сидел за этим столом, читал какие-то книги. Это, не знаю, у меня мурашки по коже даже сейчас, когда я это озвучиваю. А еще одной моей хотелкой был мавзолей, но он был закрыт, и снова не получилось у меня посмотреть на Ленина. Второй раз в Москве и опять в пролете. Зато посмотрели на его личный автомобиль за стеклом. Вернулись в гостиницу, я заряжаю часики. Балдеют вот этого вида, это Химкинский лес. Классно. Хорошо мы сегодня погуляли. Купила себе вот такую малышку, маленькую бутылочку шампанского, вот так называется. Захотелось уже отметить отпуск, большую не стали ничего покупать, ну потому что я не люблю, а вот чуть-чуть прям, хотелось чуть-чуть. Вот как раз себе налила. Такое, кстати, нежное, легкое, приятное. У меня тут книга лежит, начала ее в самолете читать, пока сюда летели. Все разложено, надо собрать. А, хочу показать косметичку дорожную. У меня вот такая от Estee Lauder. И сколько всего тут. В такой маленькой косметичке. Значит, здесь у меня эти, как их зовут, ватные палочки, ну вот, ватные палочки и спонжики. Я не знала, будут ли в отеле, в отеле были спонжи, так что не пригодилось, но пусть. Далее тинт от Диваж, жидкие румяна, можно для губ, можно для чего угодно. Еще вот такие я брала румяна, Холика-Холика, на самом деле, думала, уже надо их как-то заканчивать, потому что у меня они несколько лет, я никак с ними не управлюсь. Но они тоже, смотрите, малюпусенькие такие, легкие, не затягивают. Карандаш для бровей, это осталась паста дорожная на обратный путь. Крем для рук, миниатюрка тоже, все здесь буквально на раз. Зубные нити, я брала именно в дорожную косметичку, вот такие, тоже одна осталась. Потом кабаре тушь, это пилочка для ногтей, мало ли понадобится. Кстати, это здесь была в отеле, думаю, о, хорошие пилочки пригодятся вот в плане таких дорожных. Это у меня колечко прикольное, Daniel Wellington, это ни золото, ни серебро, но оно хорошего качества, я его планирую носить на пляж, потому что свои золотые с бриллиантами, у меня бручальное кольцо с бриллиантиком, и вот это вот на среднем пальце белое и красное, да, золото, нет, розовое золото, или красное, не помню. В общем, белое, красное и бриллианты, там крупные бриллианты, маленькие по краям. С этими кольцами именно на пляж я ходить не планирую. Ну, хочется же какие-то украшения, и у меня одно-единственное вот такое колечко для пляжа, с которым можно плавать, и не страшно, если что-то случится или потеряю. Потом вот такая пудра от Guerlain Meteorite, карандаш для губ, это у меня шик, аромат из коробочки аромабоксов, вот так называется, и тени сисли. А здесь у меня такие дорожные кисточки для нанесения всего. Это вот, например, для пудры пуховка Manly Pro, потом вот такая миниатюрная кисть от Barbarie для румян. Что я еще брала? Я еще брала вот такую плоскую тоже из палетки Clorans для румян, и для теней у меня от Chanel такая кисть. Она маленькая, но она именно, здесь не спонж, а именно, видите, ворс кисть. Очень хорошо, кстати, наносит. Единственное, что неудобно, она малепусенькая, ну вот в плане дорожного варианта. И вот эти кисточки у меня в этом, в чехле из-под какой-то пудры Chanel или Dior, 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 что я говорю, эмблема же Dior. Вот, так что удобно, пригодилась. Вот эта палетка, у меня там на фоне Андрюшка звуки издает. Я тут на кровати расположилась, тут нет никакого покрывала, вот как есть. В общем, такая моя дорожная косметичка. На самом деле все компактно, легкая, маленькая. Так, что я вам еще? А, еще мы брали в дорогу вот такие щетки. Ну, то есть в отеле мы будем пользоваться нашими обычными, они упакованы в багаж, а именно для того, чтобы в гостинице время привезти, у нас были вот такие дорожные щетки с колпачком. И вот я вам показывала маленькая паста в дорожной косметичке. Вот Андрюшкина там в ванной, в этой, в душевой, а я свою пока сюда положила. Потом вот такой органайзер. Здесь у меня белье, ну, если мне понадобится переодеться, как раз таки понадобилось, потому что я люблю, все чистенькое, свеженькое. Мы, получается, вчера сюда заехали, сегодня выезжаем, так что всяко душ принимала я не один раз за это время, и сменить белье, вот это тоже было в дороге. Здесь у меня специальный чехол, который был в комплекте к чехлу от MacBook. MacBook сейчас убран в рюкзак, а этот я еще не успела убрать. Здесь у меня идет зарядка от MacBook и всякие мои приспособления для видео. То есть тут микрофоны, тут жесткий диск, провода и все такое. Конечно, когда вы не блогер, вот это все вам не нужно. Вот это все не нужно, вот это не... Это камера огромная, тяжелая, она даже нисколько большая, но у нее объектив, она тяжелая. Вот, представляете, вот это все как будто бы лишнее, ну, в смысле, для не блогера, а я это все с собой везу, чтобы делать контент, работаю. И если вдруг вы блогер или любите тоже технику, там фото-видеосъемку на отдыхе, то вот такие органайзеры специально для проводов очень удобные. Он, как видите, замша, мягкий. Ну, это прям комплект был, чехол для MacBook. Ну, не обязательно для MacBook. Любой подходящий по размеру ноутбук туда входит. Мои заколочки. Надеюсь, принимала сумочка чисто для телефона. Вот, кстати, кроме... Кроме я правильно произношу. Обожаю этот бренд. Конечно, сумочка у меня уже старенькая. Старенькая, ну, как старенькая. Я ее купила в том году, но я ей пользуюсь практически каждый день. Но, можно сказать, с таким моим активным использованием она, смотрите, в каком хорошем состоянии. Ну, она единственное, что немножко... Как? Тут надо прям почистить, хорошенько ее почистить. Влажные салфетки это не берут. Тут надо какое-то средство. Подожди, Андрюшка. Сейчас я к ним скажу, окей? А, Андрей сообщает, что он идет к папе с Сережей. Я постучусь. Хорошо, конечно. Здесь надо почистить какой-то щеточкой и средством. Руки не доходят. Просто не доходят. Вот, Андрей ушел. Ушел к папе с Сережей. Еще немного с вами поболтаю. Я, конечно, не подготовлена к съемке. У меня нет макияжа. Ну, я аккуратненько после душа. Просто так душно и влажно в воздухе у меня волосы. Вот что происходит. И ничего с этим не сделаешь. Я немного сегодня подгорела вот здесь и вот здесь. Не рассчитала, что мы много проводили время под солнцем. Я как-то планировала, что мы попадем в павильоны на ВДНХ. Но не сегодня. Просто понедельник. Они закрыты практически. Ну, те, которые мы хотели, они все были закрыты. Обидно. Но мы этого не знали. Ладно. В общем, территорию освоили, посмотрели. Тоже такие достопримечательности, которые там Останкинскую башню увидели. Я, конечно, москвичей сейчас не удивлю. Но понимаете, да? Я же в Москве не живу. И все это мне не видно. Кто-то к нам идет. Кто-то. Мою запись прервали. Мальчики захотели поужинать. Мы спустились в ресторан. Заказали всем по салату Цезарь. И мальчики еще себе картофель по-деревенски. Мы хорошо пообедали днем, поэтому голодными не были. Но, учитывая, что у нас ночной перелет, решили все-таки легко поужинать. Вот салат, то, что надо. А вот и второй наш номер. Тоже шкаф. Он побольше. Здесь такая душевая. Уже здесь не все новое, потому что успели попользоваться. Да и весь номер побольше. Вот это Андрюшка. Здесь есть такая, кстати, ниша. Да, отель классный. А, всем советую. Рюкзаки мы скинули. В общем, чай пили, немножко разлили. Ну, вот как есть показываю, без прикрас. Заряжаем телефон. Здесь две кровати. Там как раз за стенкой мы с Андреем. И здесь такой же вид на лес. Но, например, у нас глухие окна не открываются. А у них в номере открывается окно. Сейчас уже закрыто. И, конечно, вот если смотреть туда-туда, там постоянно видны самолеты. Наверное, да. Это надо было в открытое окно выглянуть. Тогда видно было. Там рядом аэропорт. Взлеты, посадки. В общем, очень понравилось. Очень довольны. Номера небольшие, но уютные, комфортные. Вот так вот переночевать, если не тусить. Даже если тусить, дети здесь на фоне. Как я снимаю, когда все дома, когда все рядом. Вот так. Мы уже покинули наши номера. Стоим как раз на входе в гостиницу. Вот такая она высокая. Ждем наш бесплатный трансфер. Очень здорово. От гостиницы получается и в аэропорт, и из аэропорта бесплатный. Такой микроавтобус удобный. Вот как раз должен сейчас подъехать. Он каждый, по-моему, 30 минут курсирует. К вечеру стало свежее. Короче, к вечеру есть чем дышать. Потому что днем сегодня была прям сильная жара. В этот момент подъехал наш трансфер, поэтому я так прервала свою запись, и мы уже поехали в аэропорт. Нанесла сейчас тканевую маску на лицо. Как раз время есть. Она 15-20 минут воздействует. Так что самое то, что надо. И еще эта маска не смываемая. Просто остатки потом втираешь. Удобно для таких условий. Маску нанесла, потому что сегодня передержала лицо на солнце и покраснела. А это маска Алоэ Вера. Купила в аптеке здесь, в аэропорту. 250 рублей. Как раз она и успокаивает, и увлажняет. В общем, то, что надо. После солнышка активного. Учитывая, что у меня все средства в багаже упакованы, это так хорошо, что мы не стали вот это все вскрывать, доставать. Зачем? Когда есть вокруг аптеки, в принципе, вот палочка-выручалочка такая. Тканевая маска Алоэ Вера. Ой. У меня прям даже чувствовалось. Лицо стянулось. А я сейчас нанесла ее так комфортно. Она еще такая, как будто бы слегка охлаждает. В общем, кайф. Кстати, масочка бренда Миша. У меня и тональные средства, и тушь. Хорошенькая. Мне понравилось, кстати, очень комфортно. Ребята там сидят, а я тут уединилась. Как раз свободное кресло. Еще специально сюда придвинула сумку, чтобы вот так. Опа. Ноги закинуть, и все. Полный комфорт. А это уже международный терминал. Сказать, что мы устали, ничего не сказать. Мы проснулись рано, нагулялись по Москве. Впечатлений. Плюс сейчас уже час ночи. Мы ждем свои посадки на самолет. А вот самолет огромный. Мы первый раз летели на таком три ряда. Крайние ряды по три места, посередине ряд четыре места. Получается, в ряду десять мест. Самолет где-то на шестьсот-семьсот человек. Не совсем комфортно было пять часов, но мы справились. Зато я впервые встретила рассвет на высоте десять тысяч метров. Это красота, это потрясающе. Ну и, конечно, на этих кадрах я заканчиваю этот влог. Очень рада, что вы заглянули. Буду ждать от вас горячей поддержки в виде пальчика вверх. Тем более, это видео было без рекламной интеграции. Поэтому мне ваша поддержка особенно нужна. Ну а дальше я уже вам покажу влоги из Турции. Всех жду к себе снова в гости. Всем пока!